Добрый вечер! У меня был урок литературы. Единственное, что меня смущало, я очень плохо готовился. Очень. Но любил писать сочинения. Внимание на экран. Сочинения. Вот и начнем. Начнем с того, что я напомню тему, по которой вы должны были писать свои сочинения. Как я провел лето, так она звучала, никак иначе. Если у кого-то в ушах слишком много золота, или грязи, или того и другого, пеняйте на себя. Так, Артамонова. Ваше сочинение Артамонова. Ух, Артамонова. Артамонов. Артамонов. Ну, я бы с радостью поставил вам пять. И пять, и шесть, и семь. И даже десять. Особенно, если все, что вы пишете, правда. Но вот тема, как я провела ночь. Это не совсем то, что надо. Это, во-первых. Во-вторых, Артамонова, объясните, голубушка, почему у вас слово оргазм везде с большой буквой. Одиннадцать раз. И все время с большой. Потом вот этот вот Коля, с которым вы так хорошо провели время на трех страницах. Почему вдруг на четвертой странице у Коли в имени нет первой буквы? Мне интересно, почему он рывком снимает юбку с вас и с себя? Он что, шотландец? В чем дело? Так что у вас не лады не только за грамматикой, я вижу, у вас и с логикой какие-то проблемы. Хотя есть такие интересные наблюдения. Просто даже непонятно, как в таком небольшом возрасте вы до этого дошли. Вот вы написали, я поняла, что разница между беспокойством и паникой в 28 дней. Ну что очень смущает? Смущает непонятные разрывы в повествовании Артамонова. Как будто вы невнимательно переписывали свой собственный черновик иначе откуда в самом начале появились такие слова. Он постучал и вошел. Было совсем не больно. Артамонова. Артамонова. Я ставлю вам твердый кол. Если вам не нравится кол, оцените хотя бы его твердость. Мы пошли дальше, дальше. у нас Рабинович. Ну что тут можно сказать? Одно слово. Рабинович. Один листик, мелким почерком. Вообще без полей. Чего так экономить? Несколько однообразных изложений, через каждые две строчки у вас одни и те же слова. А что я буду с тобой иметь? Ну, знаете, грамматических ошибок не нашел. Вот это правда. Может, потому что здесь одни цифры, но... Ну, вот вы пишите, этот старый поц продавал оптом по 19. Я сказал, кто он, и взял по 17. Знаете, для сочинений намного скучновато, но вот для квартального баланса изумительно. Кстати, я дал проверять математички, все сошлось. Все сошлось. Да. Так что, в общем, конечно, неплохо. Неплохо, толково. Только последнее предложение мне не очень понятно. Вы пишите, и того с вас 267 тысяч 810 рублей. И уж совсем непонятно, зачем печать поставили на сочинение. Сочинение без печати действительно. А так, в общем, неплохо. Я вам вставлю 5 с минусом. Что? Что почему? Что почему с минусом? Я же не спрашиваю, почему с меня 267 тысяч 810 рублей. Выйди с класса. Выйди немедленно. Дальше пошли. Кто у нас? Митрошкин. Вот Митрошкин молодец. 20 страниц. Вот большое, полноценное сочинение. Я догадался, Митрошкин, что ли это вы провели за границей. Я догадался. Очень жалко. Замечательное сочинение. Не обошлось без грамматических ошибок. Митрошкин, дорогой мой, надо запомнить, надо зарубить это себе на носу. Название города всегда пишется только с большой буквой. Всегда. Вы написались маленько, видите. Вот вы написали. Я очень старался, никак не мог попасть в Вену. А надо было, конечно, это с большой буквы. Но зато описание природы, описание природы исключительно яркое. Вы пишете, зелени на травку не хватило, но и соломка для усталой души была в радость. В общем, я вижу, что вы человек талантливый, к моему удивлению, просто религиозный. Вы после школы в семинарию... Нет? Не собирается? Странно, а то у вас написано о таком приходе я мечтал всю жизнь. В общем, полноценные 4 балла. 4 балла. Ну и что? Последний, последний, Иванов. Здесь Иванов-то, да? Встань. Встань, Иванов. Встань. Что, чего? Чего? Ничего. Чего? Я не сказал, что ты писал не по теме. Ты писал по теме, как я провел лето. Жалко, что ты написал не обо всем лето. Только о 15 жутках. Но что меня... Что меня... Особенно тревожит. Иванов, ты должен максимально обратить внимание на предлоги. Ты должен запомнить, если ты кого-то посылаешь на... Он не может в этом же предложении идти в... Не бывает такого же. Послал на... Он и пошел на. Послал. Вместе не бывает, если это не гермафродит. Так? Ну и самое главное, это вообще безобразие. Вот ты пишешь. Срубил три косых. Попер на тучу. Упаковался. Но мусора замели. И все покоцает. Ты что, с ума сошел? Это можно такое? В сочинении писать. Срубил три косых. Попер на тучу. Упаковался. Ну мусора замели. Все покоцает. Что, чего? Что, чего? Чего? Ничего. Чего? Короче. Иванов, если чисто между пацанами базар, что там коцать на три косых земели? Ты что фуфель толкаешь? Ты кому-то лапсу ты вешаешь? Ты у меня два срока школу будешь топтать мудрила. Понял? Извините. Извините. Извините меня, пожалуйста. Извините. Просто за живое задело. Извините. Все. Урок окончен. Извините. Извините. Продолжение следует...